Всем привет, с вами надбар и римпак, и мы начинаем выживать немножко заново, потому что прошлый мир, разработчики сломали там генерацию, там получились такие огромные каньоны, овраги, везде по всей карте стены, через которые пройти невозможно, там где мы еще пробежали, уже где мир сгенерился, там еще плюс-минус нормально. Но дальше просто труба, и мы решили начать заново, и в принципе раскачались уже до того же самого уровня, до которого и были, и даже где-то по дороге смогли найти вот такую, а где она, кстати, книжечку, римпак где-то есть. Да, мы крутые, я тут, да, я заслушался, ты так рассказывал, мне даже самому интересно стало. А, да, нашли винтовочку, самую простую, нашли пистолет, но пока что еще рецепта на пистолет нет, но в принципе уже, кроме того, собрали достаточное количество ресурсов для печки, для форжа, вот у нас есть и глина, и камень есть, и прям и трубы есть, были, по крайней мере, трубы, честно, но это же не трубы. Короче, трубы, видимо, нам заново придется найти, потому что мы их скрапнули случайно. Нет-нет-нет, все нормально, я забрал их случайно себе, все. А, забрал, хорошо. Вернул. Да, вижу, ну, короче, значит, и трубы есть, вообще, в общем, шикарно. Так что сможем уже сделать форж и начать по-человечески выживать. Но для начала мы нашли городок сразу же, он недалеко от нас был, и вот Working Steve Tools. Здесь могут быть разные железные или даже стальные инструменты, которые нас не могут не интересовать, поэтому идем обыскивать. Да, пойдем. Так, мы на этот раз подготовились, я уверен, что мы не умрем, и вообще все будет шикарно. А я вот не уверен, нихрена. Так, а я взял. Скрапчу несколько фреймов, потому что, чувствую, могут быть проблемы. Дерево-то есть. Жалко только касок нет, вот каски еще не нашли, но это такое дело. Мы уж не стали доходить до того, чтобы прям каски искать. Да, город действительно крутой, тут недалеко есть фабрика, в которую я прям очень хочу зайти. Да, тут много фабрик, они прям все очень интересные. Через окна лезем, да? Ну да, мы ж... Мы ж люди-то простые. Так тут тихонько могут быть спящие эти чуваки. Да что ты... Гопник есть один. Я не там вылез, прикинь. Да, ты вы... Да как ты достал-то меня? Да, немного я не успел. Не забывай их обыскивать. Тут жирный стоит. Стоит или спит? Угу, сейчас я его вырублю. Сверху, сверху, смотри, лезет. Спит уже. Второй этаж. Короче, ты понял. Да. Да, смотри наверх, потому что там они спят. Вон смотри, прям медсестра лежит возле ящика тоже. Да как ты промазал? Вон, видишь, где лежала? Ага. Она сдохла? А вон еще одна. А я не знаю, проверь. Вроде сдохла. А как вы не умираете-то, а? Я тебе подсвечу. Ага, спасибо, да, потому что касок у нас нет, приходится как угодно выживать. Я пойду сразу вломлюсь в подсобку. Ага, а я пока тут ящики вот эти пообыскиваю. Разделимся, думаю, так людям будет... У меня там уже... Ух ты! Так, я понял. Чё нашел? Нашел наковальню, нашел соединялку для электричества. Не знаю, плоскогубцы, короче, какие-то. И... Так, отходи, отходи, отходи. У меня перьев много, так что нормально. Там еще есть? Да, еще один. Все, отдыхает. Сзади. А, медсестра. Угу. Нормально сработали. Пойдут я хобыщу пока. Давай. Мы сегодня бункер обыскиваем? Да, кстати, насчет бункера. Многие писали, что им интересно посмотреть, что же в том бункере, который мы там обнаружили. Но, к сожалению, как вы поняли, мы до него не доберемся. Но, тем не менее, мы уже в этом городе нашли еще один бункер, который, я уверен, не менее интересен, чем тот. Если не более. Ну, выглядит он круче. Выглядит он круче. Короче, я нашел много всякого дерьма. О, я еще один пистолет нашел. Покажу тебе, когда придем домой. Ага. Нужен пистолет? Могу отдать один. Не, у меня аж ружье есть. А, с ружьем, да ты крутой. Да, я просто буду бить им их. Ну, черт, не заметил тебя. Спала еще одна. На тебе. Между ног. Серьезно? Да, мы уже тут как профессионалы разыгрались. Нормально. Я думаю, будет намного интереснее теперь смотреть. В туалете я нашел четыре дерьма, если что. Многовато. Не унесем столько, да? О, ремонтный этот нашел. Пакетчик. Не знаю, зачем он нам, но нужен. Нашел, кстати, стальной топор. Железный, вернее. Ну, хоть какой-нибудь. У меня гаечный ключ, топор, еще гаечный ключ, две, как это называется, цапки, ну, знаешь, чтобы грядки делать и кувалду. Угу. А еще три рупора. Ну, цапки, я думаю, можно скрапать, наверное, потому что толку-то от них. Да давай дома оставим. Цапки. Кстати, поскольку мы нашли этот рецепт на мини-байке, вот иди сюда ко мне, разбери гаечным ключом вот эту вот корзинку, и тебе тогда дастся корзинку для мини-байка. Чап. Ой. Ой, фу, какашки. Я же тебе говорил, там четыре штуки. Да, но ты не все обыскал тут. Тут много чего полезного есть. Тут вот витамины. Говно смотрело мне прямо в душу, и я ушел. Надо тщательно обыскивать. Все, корзинка у меня. Ага. Окей. За стеной ломятся к нам. Да, идем отсюда. Давай проверим, ничего ли мы не упустили тут. Может, сверху ящики какие-то стоят. Ну, вроде бы как... А, не, вот упустили, смотри. Wire Tool. Ай, давай витамины съем. А, я тоже нашел Wire Tool. Что-то по леске связано с проводами. Да-да-да, это провода делать. Ну вот, так нормально, слушай, зашли прям неплохо. Надо только воду найти, а вот тут может быть вода. Пустые банки. У нас этих пустых банок уже насобиралось, я не знаю, сколько за эти дни. Что, ты хочешь его дождаться? А я забрал все 55 у меня. Да, он сейчас встанет и умрет. Давай, иди сюда, друг. Тут еще аптека неподалеку есть. Можем в нее заглянуть. Как ты на это смотришь? Я за любой кипиш, кроме смерти. Дохнуть надоело. Так мы же в аптеку пойдем разгрузимся домой, по-быстрому. То, что я уже полностью забит всяким хламом, как раз недалеко идти-то. Что у нас, двери везде. Ага, приехали. Так. Ты вроде собирался скрафтить фреймы. Я сделал. А, вот они. Сейчас я поскидываю, потом следом скидывай. Ну, или в соседний скидывай. Да, я в соседний положу. Вот не знаю, железный топор может оставить, выламывать с помощью него вещи, но он какой-то хлипкий совсем, так что пока скину. Он не нужен прям так сильно. Пистолет, наверное, один. Ходи, пусть будет. Я, в общем, все скину, пока хватает. Идем дальше? Да. Неплохо забежали, прям как профессионалы. Это даже лучше, чем в той серии, которая предпоследняя была, по-моему. А мы обыскивали тут сиев? Предпоследняя серия, это наша лучшая. А, да. В последней серии, точно. Да, по-моему, мы тут и нашли ружье и пистолет. Угу, угу. Так аптека, насколько я помню, где-то вот в ту сторону. Да, вон она, вижу, даже надпись уже. Разные магазины есть. Я предлагаю взять аптеку, а потом пойти посмотреть бункер. Здесь еще недалеко шахта заброшенная есть. Можно тоже глянуть. Угу. Давай обыскивать все машины по дороге, чтобы не потеряться потом. Что мы обыскивали, что нет? Давай. Тем более скилл прокачивается на обыск. Я нашел мормышки. Нам нужны? Кого? Ну, на рыбалку ходить. А, их скрапай сразу в металл. Ага. Да ладно, как я промазал. Че-то я как-то мажу. Я тоже не попал в упор. О, все. Ничего не принесла полезного. Вон напротив аптека. Ага. А вон виднеется фабрика. Угу. Да, вот прям интересная фабрика. Которая мне покоя не дает. А их тут много таких. Ну, или похожих. Такая вроде одна в этом городе. Я таких больше не видел. С трубой, что прям такая божественная фабрика. Так, аккуратно. Тут за дверью сразу еще одна стоит. Давай внимательно смотреть. Тихонечко. Сверху смотрим обязательно. Они часто на полках валяются. А, меткий стрелок в действии. Ага. Хм. Странно, что никого нет. Так. Сзади. Бешеная медсестра. Где он прятался? Сверху где-то. Добивай того. О, меня успели задеть, кстати. Какие-то лосины нашел. Кровотечение? Не. Ну, как-то прям он внезапно спрыгнул сзади. А ну-ка. Главное, что живой. Я пакет крови нашел, кстати. Так. Сплинтаду две штуки нашел. Спирт и скреп пластик какой-то. Ну, пока все забираем. Ну, да, там посмотрим, что. В принципе, из аптеки надо все оставлять. Оставлять. Угу. Даже стулья забираем. Ну, стулья это уж, конечно, вандализм. Но можно и стулья забрать. Эх, что-то я... А, блин, случайно разбил, думал, по зомби ударю. Ладно, там, я думаю, ничего полезного не было. О, клей и антибиотики нашел. Круто. Так, ну, у меня прям реально целая аптека в инвентаре теперь. Правда, тут еще два товарища. Справишься? Да, только тетка не сдохла, странно. Че она должна умирать сразу? Так она спала, когда я в нее стрельнул. А. Из лука. У меня уже места нет. Она почему-то от меня решила уходить, но потом я ее нагнал. Испугалась. Точно. А что это гудит? Может, я человека завалил? Вряд ли. Подумала, блин, кто на меня... Где гудит? Я ничего не слышал. А вот здесь вывеска гудит. Поп энд пилс. А. По моей стороне больше шкафов нет. Я сейчас последний обыскиваю. О, я нашел чертеж аптечки. Учи. Хотя он вряд ли нам пригодится. Да. Ну почему? Аптечка это хорошо. Я опять забит полностью. Эй, ребят, вы куда идете? Почему они от меня уходят? Че я им сделал? Неправильные зомби. Жир. Ой, слушай, их там что-то много прям. А нет, это ты. Да, я немного похож на зомби. Какой он крепкий. Не говори-ка. Так, ну тут подсопочка. И ящички. А вот там... А там еще, кстати, одно помещение с этими... Со стеллажами. Да, и там сейф может быть. И там чувак уже проснулся. Ну да, вместо меня и пусть выламывает. Давай, дружок, выходи. Аптекарь. Много чего нашли на самом-то деле. Да, кстати, очень такая прям богатая аптека. Я еще и прокачаться умудрился. Ну еще бы. С таким наскоком, рвением забежали. Охренеть, у меня столько медикаментов за всю вообще мою историю игры в эту игру не было. Это круто. Да, и... Зачем уголь в аптеке, интересно? Жалко, аптечек нет, кстати. Вот все было, кроме аптечек. Антибиотики были. Все было, аптечек нет. А черт. Две аптечки взял. А, взял, хорошо. Больших? Да, еще нашел чертеж шлема рыцаря. Странно, я знаю, но да, он есть. И вот тебе держи чертеж аптечки. Сзади зомби. А я взял, я выучил аптечку. А ты выучил? А, и я выучил, это уже третий. Тогда выкину его здесь. А, тогда скрапай ее. Или продавай, если она дорого стоит. Недалеко торговец есть. Ну давай оставим, тогда продадим. В общем, у меня инвентарь забит до отвалу. Сейчас только факел заберу свой. И можно проваливать домой. Надо источника воды, кстати, найти. Вот это точно надо. А ты сейф там выломал, нет? Или его там не было? А там был сейф? Должен был быть. Да нет, нет, вроде, слушай. А здесь только ящики, и там... О, нифига себе. Броня, чертеж. Забрал. Учи. Да-да-да, все. Но больше ничего нет, только табуретка, и все. Вот, блин. У меня уже так много всего, что просто распирает. Кофе. Корзина кучу понаходил еще. Распирает от таблеток. Ага. Так, ну, думай, нам столько алкоголя не надо, кожа не нужна, ткань не нужна. Бандажи тоже так. Слушай, давай все бухло мне, потому что у меня оно есть. А сколько у тебя? Так. А, сейчас скажу. Уже 15. Ну, значит, все, оно стакается по 15. Бандажи тоже забрал. Угу. А, понял. Я думал, можно стакать больше. А что ты зомбаков не обыскиваешь? А я не знаю. Я что-то забыл. В них часто есть очень крутые вещи. Да у меня, блин, уже места нет на крутые вещи. Хотя, конечно, зачем мне пицца тухлая? Я на улице тебя жду. Угу. Все, я выбежал. Вроде все просмотрели, да? Ну, если что, нам в комментариях, я уверен, напишут и не раз, что мы что-то забыли. Это норма. Я нашел два антибиота. Идем сгружаться? Да, пошли. Прям в этом дураке. Ух ты. Ну вот. Да, я знаю. Я по дороге бегу, машины смотрю и так далее. Не знаю, зачем мне бумага. Это уже обыскано. Пейнкиллер. Газ Кэн. Нам нужно 277. Ну, заправлять мотоциклы, которые у нас, я думаю, скоро будут уже. Почему бы и нет? Ну, только я не взял, потому что у меня уже место. А, ну... Если у тебя есть, хотя бы один слот забери. Это не срочно, потом заберем, если что. А ну да. Мы все равно недалеко живем. Кстати, надо бы... Уже мотоциклы, может, смотреть ресурсы на мотоциклы. Нам нужно машины разбирать. Ну, такие, которые плюс-минус целые. Гаечными ключами. Ну, надо сегодня печку построить. Ну, это тоже. И... Кажется, без нормальной печки и всяких там верстаков нам мотик не скрафтить. Чё-то я... Или скрафтить. Да, в принципе, по-моему, скрафтить. Там... Хотя нет, раму, наверное, да. Всё-таки нет, не скрафтить никак. Ух, жесть, конечно, сколько вещей. Так, я пять бинтов у себя оставлю. А то мы с тобой же везучие, ребята. Конечно. Бинты нам помогут. Так, перья, пиво себе оставлял, алкоголь не нужен. Прикинь, уже даже забился инвентарь в этом. Так, это не надо нам. Ну, вроде бы... Ага. Вообще нифига не влазит. Чё? А ты витамины съел, кстати? Заешь витамины? Я ещё пять-четыре штуки притащил. Ешь их сразу. Все четыре? Да, все четыре съедай. Ладно. Они только место занимают. Всё, что они делают... Витамины, это хорошо. А всё, что они делают, это восстанавливают максимальное количество там ХП и... Чего там ещё? И стамины. Так что лишними не будут. Слушай, может, сделаем всё-таки печку сейчас и поставим сразу на переплавку металл? Почему бы нам этого не сделать? Я думал, хорошая идея. Пока мы будем гонять. Давай сейчас сделаем. Угу. Так, я делаю Беллус, а ты сделай сам Фордж. Если у нас, конечно... Так, я только... Кожи. Надеюсь, у нас достаточно кожи. Слушай, у нас кожи недостаточно. Ну ё-моё. А, её можно сделать из Animal Hide, отлично. Всё тогда. Вопросов нет. У нас достаточно кожи. Так, в общем, мне нужна палка. Долбанная Беллус. Куда я палку делал? Беллус я сделаю сейчас. Ага. А я палки не вижу. Ты не забирал палку? С трубы ты имеешь в виду? Металлическую. Ага. Сейчас я верну. Забирай. Ага. Так. Там одна вроде нужна. Да, теперь одна Беллус. Сейчас будет. Эээ... Камни есть. Глины нет. Глина есть. Сейчас я глины возьму. А чё тебе не хватает? Хм. Нашёл баг в игре. Если у тебя стало достаточно ресурсов без переоткрытия инвентаря, то оно не видит их. Беллус будут через 30 секунд. Отлично. Ну, баги это нормально, а до сих пор живали. Ну да. Короче, у нас уже полный комплект. И кукинг-пут, и гриль, и бикер, короче, всё подряд. Я не очень понимаю политику разработчиков, почему они выпускают её на консоли, не допилив хотя бы до беты. Деньги. А по-моему, жадность. Мне кажется, она и так неплохо продалась. А это не одно и то же? Ну, Факторио, например, же с ума не сходят. У них фиксированная цена. Ну, короче, ладно, это мы сейчас не будем обсуждать. Так, Белловсы есть, я их закину в левый сундук, в правый нижний угол. Уже взял. Так, Порч в заказе, 50 секунд. Угу. Ну что, сейчас, что мы сейчас делаем? Ставим печь и валим в бункер? Да, я думаю, посмотрим бункер. Я забыл, где он. Воу-воу, полегче. А, нереально по нему попасть. Кого мочить? Там он, чувак, на дороге, ну ладно, не буду патроны тратить. А, ползающий который. Я по нему просто не попадаю почему-то. Хотя вот он чётко. Самый классный челлендж, попасть с него из лука. А я пробовал. Попал? Ты попал по нему? А я попал. Да. Вот это ты метки. Сейчас, теперь не попал уже. Да, это, походу, случайно получилось. Я смотрю, стрела немного летит левее, чем центр прицела. Ты заметил это? Да, есть такое дело. Хотя нет, когда как? Я попадаю прямо рядом с его ногой. Что там по форжу? Готово. Отлично. Куда ставить будем? А я думаю, возле сундуков, вот тут слева от них. Прямо впритык? Ну, отступи, иди одну клеточку и поставь. Дерево у тебя всё? Готово. У меня 267 дерева, да. Закидывай всё. Ну или... Я прям половину сразу закидываю. Ну или половину. Так, ну а ты кидай тогда железо. Да, и, наверное, кроме железа надо ещё... Что мы ещё тут можем? Брас, лид, глаз, стоун. А, мы всё подряд, короче, можем кидать. Но я думаю, что нам глина нужна по-любому. Закинь ещё глину туда, наверное. Ага. Сколько? Да всё заки... Ну или половину, не знаю. Ну давай половину. Угу. Всё? Так, на айрон надо... Пошла жара. Вообще, честно говоря... Да, нам как раз на форджет айрон требуется глина и железо. Мы правильно сделали. В соотношении глины надо меньше, чем железо. Ну тогда нормально. Думаю, как раз хорошо. По сути, кроме как форджет айрон, нам пока ничего и не светит. Ну побежали тогда в бункер смотреть. Да, но я до сих пор не могу попасть в этого ублюдка. Не можешь? Ладно. Да, очень странно. Он крутится ещё, падла. Ты же знаешь, у них болезнь это... Вращение. А я его убил. Впритык, правда. О, ты жульничал. Нет. Так, а где там этот бункер мы видели? Бункер был в каком-то дворе. На заднем дворе какого-то дома. Вот, я, кажется, нашёл его. Бежим. А я, по-моему, его, кстати, отметил. Это между... Да, я его отметил. ...востоком и юго-востоком. Вот ровно между этими двумя отметками. Ну, я, в общем-то, примерно туда и бегу. Возможно, я отметил... А, нет, шахта. А, вот вижу шахту. Шахта недалеко. Так, смотрим, давай машины и этот мусор весь по дороге. Сейчас, конечно, понабираем всего. Не добежав до бункера. Пять пить охот. Так, ну тут аккумулятор, я думаю, нафиг. Но я его взял всё равно. Его же можно... Да как это? Не, подожди, аккумулятор нужен. Он же для мотоцикла. Ну, я его в любом случае забрал, так что нормально. Ага. Аккумулятор – это редкая вещь. И кирку нашёл металлическую. О, это хорошо. Что-то там по времени 10 утра, да? Нормально ещё. Господин дёргающаяся башка. Блин, какой же ты прыткий. Какое-то пустое место. Я бы думал, здесь повсюду дома. Тут что-то... Ну, такая застройка неравномерная немножко. Так, вот эти вышки меня интересуют. На товарищи зрители. Если кто-то знает, что это за хрень такая, напишите в комментариях. Угу. Мы предположили, что это три сотовых оператора. Там Мегафон, МТС и Билайн. А четвёртый – это, походу, Йота маленькая. Но что это на самом деле, интересно было бы узнать. Так, вот добрались до бункера. Там внизу шипы, но я факел брошу там где-нибудь. Давай. Так. О, нормалёк. Сейчас я поломаю шипы, подожди. Я тебе не мешаю? А я тебя не вижу даже. А я наверху. Да сколько этих шипов-то? Чё они крепкие такие? С топором причём я? Надо было кувалду взять. Я её дома оставил. Тебя кувалда была? Да, но я решил её оставить там. Чёрт, кто-то, по-моему, ест за дверью. Так это ж хорошо. Так не толкай меня на шипы. Дико извиняюсь. Ну, дверь нам тоже нужна выламывать, Йота? Всё, я тут. А что я ломаю, чёрт возьми? Нам помогают, кстати. Ну да. О, как он быстро восемь тысяч-то снял. Слушай, реально. Так, ну, слушай, он какой-то крутой, мне кажется. Я пистолет взял сразу. А я винтовку. Это кто был, я или ты? Не знаю, мы, по-моему, одновременно стрельнули. Так, у него было масло и красная майка. О, как здесь интересно. Жирная тётка. Две. Не трать патроны, я возьму их на себя. А та живая, убей пока нижнюю. Ётка. Ладно. О. Всё, убил. Это и всё, и вся охрана. О, она проснулась. Всё. Я думаю, что не вся. Давай ты левую часть обыскивай, я правую. Ну, я надеюсь, что не вся. Вернее, наоборот. Да. Так, тук-тук-тук, есть кто дома. Заперто, заперто. Всё заперто. Выламывай. Так, какой-то шкафчик, и там три пустые консервные банки. Вот это улов. Да. У тебя как дела? Да тоже какие-то пустые. Но я даже не заглядываю, я так взял, типа, сразу. Всё в инвентаре. Но пока я на кухне, поэтому тут ничего интересного. О, отлично, я нашёл сортир. А я нашёл очень крепкую дверь какую-то. Это интересно. В сортире везде говно. Которая как бы намекает, что за ней что-то есть. Хм, крепкая дверь, а слева от двери прям вообще блок из ничего, считай, сделан. Пятьсот всего лишь хп. Это частое явление в этой игре. О, тут интересно. Тут сейфы разные. Ага. Так, кровати. Какие-то кровати. Блин, я, походу, не то направление выбрал. У меня тут скучно. Сортиры и кровати. Это вообще прачечная какая-то. Беги ко мне, будешь помогать выбивать блок в 3000. О, это интересно. То я запарюсь. Сейчас, у меня тут ещё. Так, я слышу. Дыха. А, слушай, у меня предложение поселиться в этом бункере. Как тебе? Да тут уныло, по-моему. Лучше дом построить свой. Нет, дом по-любому мы построим. Но на первое время... О, здрасте. А я вас не заметил, сир. О, я посвечу тебе. Давай. Отходи только от него. А он на меня не агрится. О. Король бургеров. Слушай, он крепкий какой, а? Так, вот тут. Да, они тут все, кстати, с повышенной, походу, этой... Давай дубль два. ХП. Да ладно, прям в голову стрела полетела. А она прям мимо пролетела. И опять мимо. О. О. Успокойся. Пицца. Тут еще ящик, кстати, можно разбить. Дерево, кстати, достаточно много дерева и 175 гвоздей. Мне даже жалко их на металл превращать. Да, пусть лежат. Не, забери. В таком-то количестве. Да, забирай, забрал, забрал. А там, кстати, открыто. Я там был. Видишь дверь? Я уже не могу остановиться. Подожди, у тебя мачете или что это у тебя в руке? Да. А, нет, топорчик. Вот этот блок верхний. Это кирка каменная. Выламываем верхний блок. Ты ломай, я посвечу тебе. А, ясно. Ты мог бы поставить факел над дверью? А у меня нет факела. Ты мог бы поставить. Ну, раз уж ты светишь, я тогда подолблю. Да ладно. Вместе быстрее. Тогда я поставлю факел. Это что-то не ставится, а вот. Ну, вместе нормально как раз. Да. Почти. Сейчас там будем обыскивать там что-то очень интересное. А это еще что? Надеюсь, ты прав. Где мой факел? Охренеть. Не, мне не больно, все нормально. О. О, это какой-то склад. Угу. Рождественские подарки. О, нашел пусто. Пирог. Пирог? О, в этих ящиках железных что-то должно быть интересное очень. Так, я нашел краску. Краску. Пусто. О, военный ящик. Слушай, здесь что-то точно есть. Да, там наверняка что-то есть. Так, наковальня. И тут сейф еще есть. Нейлган фрейм. Гвоздомет, что ли, да? Я так понимаю, что нейлган это гвоздомет. Да, нейлган это гвоздомет, и это очень крутая штука. Ну, это не весь нейлган, а только его часть. Ну, тоже неплохо. О. Че там? Смотри. Не томи. Смотри, в чем я. Я в броне. О, нифига себе. Слушай, да я как ковбой. Старк ты ли это? Не, больше на то не похож. Ну, и за шляпу, по-моему, на ковбоя. Я же должен сказать коронную фразу. Я железный человек. А он так говорил? Да, в первой части, в самом конце. В первой части? На пресс-конференции. Ну, это как-то совсем, уже никто не помнит. Даже я не помню этого. Че-то как-то он уныленько идет со всем. Подожди, ты пока стукай, я услышал звук. Кто-то, кажется, просыпается. Да я тоже. Может, сверху? О, как мне это нравится. Стой. Странно. Слушай, я бункер вижу в первый раз, но при всем при этом ощущение такое, что я его уже где-то видел. Я нашел смеситель цемента. Че-то он маленький какой-то, я ожидал большего. Да, небольшой. О, класс. Хорошо, хоть бетономешалку не нашел. Ну, так, в смысле, это она и есть. А? Вопрос только, зачем? В бункере. Не, ну они ж тут стены-то бетоном закладывали. Я устал. Рецепт рокет-ланчера нашел. И у меня сейчас... Так, сдохла моя тыкалка. Надо новую делать. Блин, а где они есть? Вот слышу звук, а не могу понять, где он там просыпается. Так они, скорее всего, наверху, мы ж под землей. Ну, возможно. Я думаю, что они наверху. Так, пара ударов, и сейф открывается. В общем, основа для винтовки, пистолетный ствол и затвор для винтовки. Не густо, но интересно. А ты куда пропал? Да я вот нашел две одинаковых шляпы и думаю, какая лучше. А выбираешь, знаешь? Угу. Это правильно. Даже во время зомби-апокалипсиса надо быть на стиле. Угу. Ну что, выбираемся отсюда? Тут же нет больше ничего. Да, больше тут ничего интересного нет. Поразбирать можно, правда, вот эти вот штуки. Давай глянем, что из них выпадает. Не, металл выпадает. А хотя нет, стой. Что-то... Что-то падает. Электрические части. Это не надо. Да хрен ты с ними, потом, если что, разберем. Ну да. Если понадобится. Ну да. Блин, я думал, что это будет эпичней. Ну, а что поделать? Так, ну что, какой план? Отнесем барахло домой? Да я на самом деле смотрю, что... Серия-то такая уже. Я забит до отвязки. Получилась достаточно длинной. А, ну время полдень, кстати. Да. Я думаю, уже мы даже можем заканчивать эту серию. Так что да, спасибо большое, что смотр... А чё от тебя задым? А, да. Так что спасибо большое, что смотрели. Подписывайтесь обязательно на наши каналы. Ссылки на которые в описании или прямо вот на видео, если они, конечно, есть. Не забывайте поставить лайк и... Это были надбары Римпак. По кусечке. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...